В день открытия соревнований памяти Евгения Куницына на лёд вывел в свою команду его ученик Виталий Пурьев. Он тренирует саровских юниоров в клуб «Ракета». Помня о том, чему учил его Евгений Константинович, Виталий Васильевич как наставник юных хоккеистов старается продолжать его традиции воспитания чемпионов. Во-первых, очень добрый, преданный своему делу человек был, любил очень своё дело. Всегда относился добросовестно, всегда хотел, чтобы команда играла только на победу. Подопечные Виталия Васильевича в первый день турнира приняли на льду команду «Торпеда» из Нижнего Новгорода. Также за кубок будут бороться юношеские сборные «Дизель» из Пензы и «Витязь» из Подольска. Виталий Васильевич считает, что традиции лучших педагогов-тренеров нужно сохранять и передавать молодому поколению. И подобные турниры для этого необходимы. Во-первых, это память о нашем Евгении Константиновиче, это первое. Второе, это укрепление дружеских связей между городами, ну и подготовка к предстоящему сезону. На торжественном открытии турнира среди команд юниорской хоккейной лиги, руководства Департамента по делам молодёжи спорта и детско-юношеской спортивной школы «Саров» вспомнили лучшие качества заслуженного работника физкультуры спорта Евгения Куницына. Он очень много спортсменов городского уровня передал дюшер «Торпеда» Нижнего Новгорода, которые впоследствии стали профессиональными спортсменами, поиграли в высшие лиги, в суперлиги. С напутственными словами к юным хоккеистам обратился и сын Евгения Куницына, особо обратив внимание на важность спорта в жизни каждого человека. Он поблагодарил за верность традициям при проведении Кубка в памяти его отца. Это, я бы не сказал, что важно, это бесценно. Когда проводится турнир в памяти тренера, значит, живёт его вклад, который он внёс в развитие того или иного вида спорта, значит, его имя чтут и помнят. Награда лучшим игрокам уже готова, и через несколько дней их вручат победителям турнира. Заключительные игры за право обладать Кубком пройдут в воскресенье 12 августа. Матч за третье место начнётся в 10 часов, за первое – в 13.00. Елена Грискова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.